К нам по телефону подключился известный актер, театр, кино, Евгений Дятлов. Женя, добрый день. Здравствуйте. Да, Женя, добрый вечер. Я понимаю, что, может быть, ваше присутствие сегодня в разговоре кому-то может показаться странным, потому что мы обсуждаем закон о полиции, но вы человек, не тоглик на экране, изображавший, игравший, да, милиционер, ну и общаетесь очень с этими людьми. Как вы к этому относитесь? Может, вы знаете о настроениях людей, с которыми вы общаетесь? То есть обычных нормальных мужиков, милиционеров? Ну, вы знаете, честно сказать, мне очень понравился биологический взгляд на эту проблему. МВД один биолог, очень известный ученый, выразил свою точку зрения, и я с ним согласен. Так. Вы знаете, ну как, любая биологическая организация формируется только в потоке энергии. Человек не исключение, правильно? Ну вот, и эта биологическая организация, вот если поток энергии, в данном случае, деньги, идет от государства, а государство управляет системой. Но если МВД, ГАИ, налоговая полиция добывают сами себе денег примерно в 50 раз больше, чем государство им дает на зарплату, то есть энергии извне в 50 раз больше, значит и организация, организовываться они будут, ориентируясь на вот этот вот больше источник денег. Женя, ну это печально, потому что государство никогда не перебьет эту кормушку, у него денег не хватит. Нет, почему? Это просто, понимаете, как бы биологическая система так устроена, то есть максимально увеличить поток, проходящий через его энергии. Вот, и поэтому бороться с такой системой невозможно, правильно, с одной стороны? А что делать? Ну а что делать? Потому что до самого верха эта система уже, ну как так сказать, она правильно налажена. Это естественный биологический процесс, то есть люди нашли где, откуда идет, оттуда и берут. Если этих всех людей заменить, да поставить, наверное, новых, вот, и им сразу улучшить, максимально улучшить, то есть правильно поставить все их статусные, приоритетные, финансовые, правильные как бы установки от мала до велика, четко, то есть, по крайней мере, надежда, что эти люди будут понимать, да, и плюс, естественно, ну, система наказаний за невыполнение своих прямых обязанностей, но есть и поощрительный, очень высокий ценз. Вот тогда что-то начнет работать, а иначе, ну как заставить человека, обладающего властью, и знающего все системы отходов, приходов, откатов, закатов, там, всяких таких и так далее, естественно, он их будет получать гораздо больше, чем, допустим, официально ему там что-то вложилось. Да, но всех заменить, понимаете, страна-то великовато для таких сагов, великовато. Ну, она также великовата для таких половинчатых решений, когда переименовывать милицию в полицию, вы представляете, сколько денег сейчас пойдет? На что? На что? Ну, ведь не на зарплаты рядовым операм, там, или ребятам, которые реально сейчас головой в стену бьются, там, без жилья в коммуналках и при этом выполняют свои обязанности и так далее. У них, они, естественно, автоматически, просто как биологическая система, будут перестраиваться на правильные извне приходы энергии, в данном случае денег. Вот и все. Женя, но в каком-то фильме ваш герой, ну, не ваш герой, а ваш приятель говорил, а за державу-то не обидно вам? За державу обидно, значит, держава должна четко для себя тоже это уяснить. Они, ну, как бы, у нас же есть официальные версии, да, по поводу того, что нам надо переделывать. И вот неофициальная версия, которая просто, понимаете, ведь неофициально назвать все эти причины, всем как-то стыдно, что ли, вот. А на самом деле они нормальные, а это естественно. Этот человек будет, естественно, выбирать правильную форму получения себе энергии. Он будет это делать просто из шкурных интересов. И это надо признать, признать надо. А не закрывать на это глаза и говорить, что вы, мы же девушки из благородного пансиона. Мы никогда не за что. Ну, признают они, конечно, но еще не совсем. Ну, вот такой вот яркий взгляд. Это был Евгений Дятлов, заслушавшийся из России. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. А мы пойдем на рекламу, будем подводить слуги через несколько минут.